Доброе утро, коллеги! Рады приветствовать вас на завершающем нашем вебинаре в этом году. Надеюсь, что вам было и будет интересно. Тема сегодня у нас достаточно новомодная – использование Cloud Native Network Citrix ADC в инфраструктуре Kubernetes. Коллеги, добрый день! Михаил Соболев, системный инженер компании Citrix. И сегодня, как уже прононсировал Сергей, мы будем говорить про то, как наше сетевое решение Citrix ADC живет в современных реалиях и работает с новым подходом работы и создания приложений. Как мы сегодня построим наш вебинар? В первую очередь мы поговорим про Kubernetes. Мы не будем глубоко разбираться, для чего это нужно, как конфигурируется Kubernetes, создается. Для этого нужно отдельный вебинар, а то и целый курс многочасовый. Но, тем не менее, скажу заранее, это не сильно сложно и это все доступно. Мы поговорим про основные термины, которые присутствуют в Kubernetes и то, что мы будем сегодня использовать в демонстрации, чтобы мы были с вами на одной странице. Также мы кратко поговорим про Citrix ADC и CPX. И после чего будет демонстрация, где мы рассмотрим несколько основных сценариев. Ну, обо всем по порядку. Вместо вступления Kubernetes, наверное, сейчас очень часто это слово можно услышать. И, в общем-то, огромное количество материалов и каких-то уже интересных референсов доступно в интернете по этому поводу. Без лишнего пафоса стоит сказать, что это действительно новый шаг в создании инфраструктуры, которая нацелена на работу приложений. Ну, а фактически все, что мы делаем, создаем виртуальные машины, создаем какие-то бары металл сервера и все прочее, это все мы делаем для того, чтобы предоставлять какой-либо сервис нашему конечному потребителю. Будь то внутрикорпоративному или же какому-то внешнему. Сейчас Kubernetes, мы наблюдаем порядка 70-80% заказчиков. Это уже не какая-то экзотика, которую кто-то пробует, это уже реальность. Почему люди начинают использовать подход контейнеризации и подход оркестрации этими контейнерами? В первую очередь, это скорость и удобство разработки. Когда мы делим наше приложение на некий микросервис, и мы можем этим микросервисом уже удобно работать. Мы можем его запускать, масштабировать, заменять, обновлять. Ну и, в общем-то, проходить с ним все циклы разработки приложений. При этом в целостности приложение будет работать, заменяя какие-то компоненты внутри себя. Естественно, это значительное снижение времени time-to-market. И скорость теперь поднятия того же контейнера, какого-то приложения, занимает секунды вместо минут для виртуальной машины. И плюс Kubernetes, кстати, стоит сказать, что это начинался как внутренний проект компании Google. И где-то в 2014 году они его отдали в open source. И теперь с 2014 года это решение доступно не только самому Google, но и, соответственно, всем фактически организациям в мире. Про контейнеры тоже стоит сказать, что это не какая-то экзотика. Это уже фактически следующий шаг в принципе организации инфраструктуры. То есть если мы раньше говорили про некую такую монолитную систему, то есть у нас было железо, операционная система, и в нем располагалось несколько приложений, которые могли определенным образом конфликтовать между собой, как-то забирать ресурсы или в принципе не работать, поскольку те же библиотеки приложений могли как-то пересекаться. Следующим шагом в избежание этих проблем стала серверная виртуализация. Ну и в общем-то она, конечно, никуда и не уйдет. Дипервизора, на котором поднимаем отдельные операционные системы, внутри которых у нас работают те или иные приложения. То есть здесь мы уже говорим про некоторые разделения. И нынешний подход – это возможность не использовать какую-то дополнительную прослойку видимой операционной системы в этой виртуальной машине, а запускать изолированные приложения отдельно, чем фактически является контейнер. Для этого существует ряд уже решений для создания этих контейнеров. Ну вот, наверное, одно из самых известных – это Docker. Также есть какие-то решения от компании HashiCorp, про которые мы говорили на прошлом вебинаре, и ряд других опенсорсных проектов. Это все также развивается и все это доступно. Мы не будем развивать тему, заменят ли контейнеры гипервизоры, или наоборот, они уйдут, гипервизоры останутся. Скорее всего, это будет жить все-таки как-то совместно. Мы сейчас увидим, тот же Docker живет прекрасно внутри виртуальной машины. Серверную виртуализацию никто не отменял. Итак, перейдем непосредственно к кубернетису, к его основным понятиям. Первое, с чем мы столкнемся, когда будем говорить про кубернетис, если читать какую-то документацию, это понятие кластера. Кубернетис кластер – это совокупность нескольких нот, работающих для создания, поднятия и управления контейнерами с приложениями, которые мы будем использоваться. Кластер состоит из нот. Нот фактически это либо аппаратный, либо виртуальный сервер, который имеет два типа. Первый обязательный тип, который будет в любом кластере – это мастер. То есть это фактически мозг этого кластера. На нем происходят все задачи по поднятию контейнеров, по масштабированию этих контейнеров и диплойментов, по управлению самим кластером. То есть опять же IP-интерфейс будет у нас доступен именно в мастере. И воркер-ноде. Как минимум одна она должна быть. Это то устройство, тот сервер, который будет выполнять именно вот эту компьют-функцию. Именно на нем будут подниматься контейнеры, подниматься наши приложения. И мастер будет уже оперировать доступными ресурсами на воркер-нодах для создания необходимой нам целевой инфраструктуры. На каждой воркер-ноде будет присутствовать обязательно три компонента. Это QV-прокси для взаимодействия, во-первых, самой воркер-ноды с мастером и с внешним миром. Кубилет – это тот компонент, та прослойка, которая нам позволяет управлять контейнерами, поднимать их, опять же, получая команды с мастера. Ну и прослойка контейнеризации, она здесь может быть, ну не буду говорить любой, но практически любой. У нас на примере это будет докер. В принципе, теоретически это может быть и гипервизор. Кубернетис умеет управлять также виртуальными машинами. Но, наверное, здесь мы не получим всех этих прелестей со скоростью, как мы получим с контейнерами. Мы поняли, что такое нода, что такое кластер. Касательно основных также компонентов и команд, которые будут присутствовать в кластере. QBDM – это команда, ну команды, которые используются для создания кластера, для добавления ноды в кластер, удаления ее и так далее. Кубилет – это прослойка, как мы уже говорили, которая управляет подами внутри воркер-ноды. И QBCTL – это оснастка, это фактически интерфейс взаимодействия с кластером. То есть все команды будут начинаться с QBCTL. Следующее понятие на слуху, и уж кто как-то работал с кубернетисом, точно с этим понятием работал – это POD. POD – это минимальная абстракция, которую мы можем увидеть внутри кубернетис-кластера. То есть внутри POD и будут работать контейнеры того или иного приложения. Тут важно понимать, что POD и контейнер – это не одно и то же. POD может состоять из одного контейнера, либо же внутри POD может запускаться несколько контейнеров, и которые в зависимости от конфигурации будут как-то смотреть наружу, изнутри вот этого POD. Очень условно POD можно сравнить и провести аналогию с виртуальной машиной. То есть это некая сущность, которой крутятся контейнеры, и каждый контейнер внутри, если требует какого-то наружного взаимодействия, соответственно, имеет выход наружу в виде порта. То есть это как будто бы приложения, запущенные внутри виртуальной машины, но только здесь никакого гиперлизера нет. Диплоймент – это совокупность нескольких POD. То есть фактически это та инсталляция, которая и будет являться у нас неким приложением. Внутри диплоймента контейнер-поды могут масштабироваться как автоматически с помощью функции кубернетиса, так и вручную. То есть мы можем задавать количество кодов, количество копий нашего приложения внутри этого диплоймента. А уже мастер будет решать, как он размажет этот диплоймент по всем worker-нодам внутри кластера. То есть если там у нас две ноды и два кода, то, скорее всего, эти коды по одному поднимутся на каждый нод. Ну, это как пример. А вообще он, естественно, будет смотреть на загрузку и использовать некую внутреннюю балансировку, именно исходя из ресурсов. Сервис – это компонент, также некая абстракция внутри кубернетиса, который позволяет кодам взаимодействовать с внешним миром. Для этого, наверное, стоит рассказать вообще, как примерно устроено сетевое взаимодействие внутри кубернетис-кластера. Каждому коду выделяется свой IP-адрес, выдается он кубернетисам. Этот IP-адрес недоступен с внешнего мира, то есть это только внутренний некий дата-плейн внутри кубернетиса, и коды взаимодействуют между собой, если им нужно взаимодействовать напрямую между собой, именно используя вот эти внутренние IP-адреса, которые выдает кубернетис. Но здесь важно понимать, что в принципе кубернетис и вся эта архитектура, она не статична, и вся эта оркестрация придумана для того, чтобы мы могли работать с динамичной инфраструктурой. То есть эти поды создаются, удаляются, там, воркер-нода крашится, и это не является какой-то там аварией, проблемой для всего кластера и для работы всего приложения. В этом и основная суть оркестрации этими подами. Соответственно, как-то оперировать именно IP-адресами, которые выделяются конкретному коду, ну, наверное, будет сложно, потому что они постоянно будут меняться. Соответственно, для того, чтобы под, во-первых, мог взаимодействовать с внешним миром, а иногда и между собой или с другим кластером, например, существует понятие сервис. Сервис – это некий внутренний инструмент по аналогии с IP-таблс, который позволяет динамично понимать, какой IP-адрес сейчас есть у пода и транслировать его в какой-то IP-адрес, уже доступный извне, условно. Соответственно, здесь есть несколько типов сервисов. Сервис, он настраивается отдельно. Кстати, тоже стоит сказать, наверное, что все вот эти компоненты, которые настраиваются внутри уже кабинета кластера, настраиваются с помощью языка YAML. И вся конфигурация кластера будет выглядеть в виде набора YAML-файлов. Есть альтернатива в виде JSON, но YAML, он, скажем так, намного проще, он намного более интуитивно понятен. То есть мы там просто описываем некие параметры, метаданные, которые нам необходимы для создания того или иного компонента, будь то деплоймента, будь то сервиса или ингресса, когда мы чуть позже к нему придем. То есть все это будет конфигурироваться с помощью YAML-языка. Вернемся к сервисам. Три основных типа сервисов, их на самом деле несколько больше, но это то, с чем мы будем работать именно с точки зрения как Citrix и с точки зрения создания ингресса. Первый тип кластер IP. Фактически никакого форвардинга наружу не происходит. Код имеет некий IP-адрес, у него нет никакой трансляции портов, то есть с помощью этого сервиса коды могут взаимодействовать между собой. Ноут порт. Здесь речь идет именно про трансляцию порт-форвардинга, если оперировать более известными старыми понятиями. Соответственно, каждый порт внутри себя имеет какое-то приложение, у него, естественно, есть свой порт, но если это веб-приложение, скорее всего, будет 80-ый по умолчанию порт. Ну, неважно, да, там это тоже все создается администратором. Соответственно, задача сервиса типа NodePort выделить некий внешний порт, который будет доступен уже через IP-адрес ноды, и, соответственно, через этот порт мы уже получим доступ внутрь сервиса или сервисов. То есть здесь уже речь идет про вот этот компонент Q-прокси, то есть фактически это некий встроенный балансировщик, который нам позволяет иметь доступ к тем ресурсам, которые мы создали. Но мы дальше посмотрим, почему это не всегда удобно. Тип LoadBalancer, соответственно, по аналогии с NodePort, также может выделяться внешний IP-шник, и, соответственно, здесь мы уже будем оперировать не IP-адресом ноды, а уже своим каким-то выделенным IP-адресом для сервиса, ну и каким-то портом, который мы выделим к этому ресурсу. Ну и уже внутри кубернетиса сам вот этот Q-прокси будет пытаться балансировать трафик на созданные поды. Но это мы все лучше увидим уже вживую. Следующий тип, который также является непосредственной частью нашего сегодняшнего вебинара, это ingress. Что такое ingress? Опять же, забегая немножко вперед, мы увидим, что взаимодействие с сервисами, которые запущены у нас внутри кластера, происходит через NodeIP или некий IP-адрес, который должен быть доступен извне. Как минимум, мы должны уже озаботиться о том, чтобы внешнее сетевое оборудование знало инфраструктуру кубернетиса. Опять-таки, эта адресация, она динамична, она может меняться, подставляться и так далее. И здесь нам необходимо как-то автоматически еще продумывать, как нам обеспечить обновление DNS записи и так далее. Ingress же, в свою очередь, классический компонент также в кубернетисе. Он может представлять из себя какое-то внешнее устройство или же тоже какое-то устройство внутри кластера, но которое будет уже содержать в себе различные политики для доступа к нашим приложениям, про которые мы, в общем-то, создаем, которые мы делаем. То есть, если мы, опять же, посмотрим в сторону Citrix EDC, Citrix EDC – это классический пример ингресса для кубернетис-кластера. Богатый функционал конфигурации по работе с протоколами, с тем же HTTP или же SQL или SIP, неважно, что за приложение у вас будет в кубернетис-кластере, ингресс позволяет внешним пользователям иметь некую единую точку входа, какой будет являться VIP-адрес на нашем устройстве, на нашем EDC. И уже сам ингресс будет распределять нагрузку на ноды кластера или на сервисы внутри кластера, в зависимости от связанности конфигурации, при этом применяя различный богатый функционал, доступный тому или иному ингресс. В случае EDC – это фактически весь необходимый функционал по обеспечению отказоустойчивости, по обеспечению безопасности нашего приложения. На ингрессе реализуется функционал защиты API, web application firewall, не стоит забывать. Ну и многое-многое другое. Глобальной балансировкой, если у нас кубернетис-кластеры распределены по нескольким площадкам или, опять же, обычно что-то находится в on-premise, что-то находится в каком-то публичном облаке. Естественно, кубернетис сейчас полагает практически все поставщики облачных услуг. Это и российские, и Яндекс МТС, и, естественно, Azure, Amazon и так далее. Подытожив, ингресс – это внешняя точка входа к приложениям, которые находятся у нас внутри кластера. Теперь поговорим про EDC. Функционально Citrix EDC, естественно, удовлетворяет всем необходимым задачам, которые могут залагаться на ингресс, ну и даже несколько больше. Но основной вызов здесь, когда мы говорим, что мы должны работать с инфраструктурой контейнеризации, с оркестратором кубернетиса, это автоматизация. Как мы уже упоминали, количество подов, оно может постоянно меняться. Они то добавляются, то исчезают, они меняют свои IP-реса и так далее, и так далее. Соответственно, для того, чтобы про это все знать, нужен отдельный дополнительный компонент, который нам расскажет нашему ингрессу, нашему устройству, что происходит с нашей инфраструктурой. Этим компонентом является Citrix Ingress Controller. Это контейнер, он может быть один в поде, или же он может идти как дополнительный контейнер с Citrix CPX, для управления этим же CPX, и, соответственно, он позволяет получать информацию с IP-интерфейса кубернетиса, к юб-IP, и переводить это в понятный язык Citrix EDC, и транслировать, выполнять определенные команды по созданию или удалению той или иной инфраструктуры на нашем EDC. Ингресс-контроллер может взаимодействовать с любым форм-фактором нашего устройства. То есть обычно ингрессом является либо какая-то производительная виртуальная машина, либо аппаратное устройство, для него будет создаваться отдельный пот с ингрессом, и он уже будет управлять нашим внешним устройством. Также ингрессом может являться и CPX внутри кластера, когда речь идет уже про разделение зон ответственности, поскольку все-таки аппаратное устройство или виртуальное устройство будет в зоне ответственности сетевых инженеров, либо же тех, кто отвечает отдельно за кластер балансировки. А все, что касается кубернетис-кластера, будет отдано на откуп разработчикам, либо же какой-то инфраструктурной команде, которая занимается именно кубернетис-кластером. Соответственно, чтобы упростить это взаимодействие, ингресс также можно запустить как контейнер внутри этого кластера, при этом дать ему больше производительности, чтобы он мог балансировать у нас ноды внутри нашего кубернетиса. Соответственно, дальше можно это все развивать, эту тему. Фактически концепция идет от некого единого входа ингресса аппаратного, классического, который балансирует что-то у нас внутри кубернетиса, и продолжая именно совсем мелкими CPX-ами в виде сайткара, то есть это один из контейнеров, запущенный внутри пода. Соответственно, в поде у нас будет приложение, и с этим же приложением рядом работает CPX. И, соответственно, эти уже CPX-ы будут взаимодействовать между собой. Тут идет градация от простого к более сложному. Понятно, что чем больше у нас компонентов, чем больше у нас устройств, тем более интересны. Я не могу сказать, что сложнее, потому что основная задача, в общем-то, это интеграция также упрощения всем, управления всем этим делом. Но, тем не менее, у нас появляются дополнительные какие-то абстракции, и нам нужно их управлять, с них снимать какую-то аналитику, опять же, каким-то образом настраивать. Но это мы сейчас так или иначе все увидим. Ингресс контроллер. Мы уже упоминали, необходимый компонент. Что из себя он представляет? Это под, который имеет в себе набор аннотаций. Да, кстати, тоже давайте видим еще такое понятие, как аннотации в кластере. Фактически, это API, которые понятны кубернетису и понятны тому устройству, то есть перевод команд для того устройства, которое мы пытаемся настроить. Но в нашем случае это будет аннотация, написанная компанией Citrix, и понятная Citrix и DC. В свою очередь, аннотации бывают практически для любых компонентов, которые мы хотим настраивать изнутри кластера. Это Apache для каких-нибудь баз данных и так далее, и так далее. То есть здесь количество аннотаций в кубернетисе великое множество. Но что же делает Ингресс контроллер? Он может настраивать различные конфигурации для балансировки приложений. Также за счет так называемых Custom Resource Definition, то есть определенных наборов IP дополнительных, он может настраивать хорошо известный функционал, такой как Priority Responder, Web Application Firewall. Он позволяет нам управлять сертификатами. Мы посмотрим, например, мы можем добавлять уже имеющийся сертификат в настройку того или иного контент-свичинга, или же использовать кубернетис как хранилище сертификатов, забирать из этого хранилище сертификат и добавлять в конфигурацию уже нашего балансировщика сертификаты, которые лежат на кубернетисе. Плавно, подходя к демо, мы начнем с самого простого режима, так называемый Unified Ingress, когда у нас есть виртуальное устройство, которое находится вне кубернетис-кластера, есть кубернетис-кластер, и, соответственно, мы попробуем создать приложение и посмотрим, как это все отразится на настройках нашего устройства. Чтобы было понятно, что мы будем делать, небольшой слайд. Мы рассмотрим создание простейшего примера приложения, это будет PHP-приложение, которое специально написано так, чтобы оно очень сильно утилизировало CPU. Сейчас мы узнаем, зачем. Мы настроим сервис, чтобы это приложение могло взаимодействовать с внешним миром. Мы разберем основные настройки Citrix Ingress контроллера и настроим взаимодействие его с нашим виртуальной машиной. Мы настроим Ingress, а далее пустим нагрузку, тестовую, и посмотрим, что кубернетис позволит нам автоматически смасштабировать наш деплоймент, то есть при росте нагрузки на CPU он создаст еще одну копию приложения, и эта копия также отразится на конфигурации нашего Citrix DC-VPX. Итак, рассмотрим. Мы подключились на мастер-нод нашего кубернетис-кластера. Давайте посмотрим, как она выглядит. Как мы уже говорили, QPTL – команда для управления кластером. Далее уже в зависимости от код команд apply или что-то там получить или описать, мы запрашиваем его в отличную информацию или говорим, что ему сделали. QPTL – get nodes. Мы видим, что у нас кластер состоит из трех нод. Одна из них – мастер, на которой мы сейчас находимся, и две worker-ноды. Те ноды, на которых будут запускаться наши коды, наши контейнеры. Что здесь нам необходимо также показать? Давайте посмотрим контейнеры, которые у нас уже запущены. Сразу скажу, что здесь будет не пусто. У меня сейчас развернута система мониторинга. Просто если мы еще бы создавали систему мониторинга отдельно, то это заняло бы больше времени, поэтому не будем. Значит, поды у нас есть. Ничего, связанное с Citrix здесь нет. Ну и сразу давайте откроем наш Citrix DC. Мы также видим, что здесь никаких конфигураций нет. И все довольно стандартно и базово. Единственное, что, наверное, сразу стоит отметить, что у нас уже предустановлен сертификат на данном примере. Соответственно, некий Wildcard, который мы потом будем использовать для создания нашего ингресса. Итак, вернемся к нашему пластеру. Посмотрим, что у нас доступно. Здесь уже настроен ряд примеров. Перейдем к следующему примеру. IPAN. Здесь у нас конфигурация разбита на ряд YAML файлов. Естественно, их можно комбинировать, можно не комбинировать. Неважно. Начнем, наверное, с создания стандартного приложения. Эти примеры – это не что-то сложное. Это взято прямо с сайта Kubernetes, серии контейнеров Hello World. Вот так вот выглядят YAML файлы с описанием нашего приложения. Здесь основными какими-то компонентами и основной информацией, которую мы должны подчеркнуть – это имя нашего дипломента, это приложение, которое будет использоваться. Здесь мы можем указывать либо какой-то имидж, то есть если его не будет, то он создается автоматически, порт в рамках этого пода, ну и опционально лимиты ресурсов, которые будут выдаваться этому поду. Также важный момент – это реплика, то есть это количество копий этого кода, которые будут находиться в рамках этого дипломента. Приступим. Команда Apply, также есть вариант Create, но Apply он и создает, и изменяет конфигурацию. Минус F указываем, что мы конфигурацию хотим получить из файла, и нажимаем применить. Давайте посмотрим, что у нас поменялось. Мы видим, что у нас создался под PHP Apache, то есть то, что мы создавали. Внутри этого пода находится один контейнер из одного же запланированного, запущенного в течение 23 секунды, ну и вот есть у нас дипломент, который показывает количество этих подов. Вот опять же, мы видели, что количество реплик у нас один, соответственно, текущее состояние соответствует желаемому состоянию. Также мы видим, что к этому контейнеру мы никак не сможем получить доступ, поскольку с внешним миром он не взаимодействует. Поэтому мы перейдем к созданию сервиса. Сервис здесь также пример простейший. Основные моменты – это указание порта внутри пода, название этого сервиса, а также приложение, на которое этот сервис будет ссылаться. Ну и понятно, что когда наша конфигурация будет множиться, то количество этих приложений будет, естественно, расти. И сервис автоматически будет понимать, ну и таким автодискавером, находить те приложения, которые вновь создаются, и также использовать и передавать на них трафик. По аналогии создадим сервис. Мы видим, что создался нами описанный сервис вот с такими параметрами. То есть внутренний порт 80, внешний порт некий динамический, из пулу с 30 тысяч до 35 тысяч, по-моему, он выбирается. Соответственно, что мы здесь получили? Давайте еще сделаем следующим образом. Более подробно посмотрим про то, что у нас создано. Так, мы видим, что поду выделяется IP-адрес, некий динамический, и он находится на сервере 04, на одной из worker node. Соответственно, этот под будет доступен с IP-адреса node по этому порту. То есть если мы выполним команду IP-адрес пода, ну мы видим, что он отвечает. Или же мы можем попробовать зайти на IP-адрес любой node в кластере и по порту 32.9.3. Мы получаем тот же самый результат. То есть нам отвечает PHP-сервер некий, и он работает. Если мы поменяем IP-шник на 34, то мы получим то же самое. Но согласитесь, что если мы публикуем какое-то приложение, то, наверное, не очень удобно еще где-то в дальнейшем конфигурации указывать этот порт или же заставлять наших пользователей ходить по нестандартному порту на наше веб-приложение. Соответственно, для решения этой задачи существует уже такой компонент, как Ingress. Ingress также по аналогике со всем то, что у нас есть в Кабернетисе, создается из YAML-файла. Давайте его посмотрим. Здесь уже побольше. Но на самом деле этот YAML-файл, он доступен на том же GitHub либо же на сайте документации, там, Developers, Defeats, Docs, Citrix. Он в большинстве своем всегда стандартный, но есть ряд строк, которые необходимо кастомизировать. Первое, что необходимо, ну, конечно же, имя. Если у нас Ingress-контроллер будет не один, то нам необходимо, что они были с уникальным именем. Это образ, из которого он будет разворачиваться. Но здесь, опять-таки, если его нет локально, он будет скачивать с репозитория нашего уже Citrix. Здесь также можно указывать либо определенную версию, либо приписочку Latest, и тогда самая последняя версия будет применяться. Здесь, в данном случае, этот Ingress будет натравлен на Citrix.vpx. Соответственно, здесь мы указываем IP-адрес. Если, как у меня на примере, это стендалон-устройство, то есть это просто одно устройство без какого-либо отказоустойчивости, то здесь мы будем указывать NSIP, то есть его адрес управления необходимый, и через него будет происходить взаимодействие уже для конфигурации устройства. Если уже у нас ECHI пара, а мы напомним, что в ECHI паре NSIP у всех устройств будет уникален, обязан быть уникален, но нам же нужно как-то обеспечивать консистентность подключения. Соответственно, здесь мы можем указать SNIP-адрес, который будет работать со всеми устройствами в ECHI паре, и, соответственно, обеспечить взаимодействие с ECHI пар, независимо от того, кто из них будет активен в данный момент времени. Если уже у нас кластер в качестве Ingress, то, естественно, будет использоваться кластер IP, который также будет всегда доступен. Учетные данные для подключения, здесь просто заведена учетная данная с CITRIX Ingress Controller, указан пароль, и с этим он будет подключаться к NSCellero. Естественно, это не очень безопасно, и вообще рекомендуется использовать внутренние секреты внутри Кубернетиса, и уже ссылаясь на эти секреты, использовать их для аутентификации на Ingress. И также здесь мы добавили такую строчку конфигурации, как конфигурация DNS-записей. То есть, создавая Ingress, а мы видим, что одним из необходимых настроек в Ingress, это будет указание доменного имени, Ingress Controller автоматически пропишет DNS-запись на тот IP-адрес, который указан у нас в Ingress файле, либо же тот IP-адрес, который мы получим из IPAM также нашего компонента. Но это мы сейчас все увидим. И, кстати, если мы будем использовать IPAM, нам необходимо его указать, его имя. А мы его использовать будем. Ну, соответственно, развернем Ingress Controller. Мы видим, что созданы несколько ролей и непосредственно сам деплоймент. Теперь переведем. Вот мы видим, созданный контроль, но он уже стартанул. Если бы у нас не было бы образа, естественно, это заняло бы какое-то время, чтобы он Kubernetes его скачал и развернул. Как мы видим, он расположился на сервисе 0.3, но это нам не так важно. Нам здесь более важно посмотреть, все ли с ним хорошо. Для этого будем использовать следующую команду. Мы видим, что ошибок у нас нет. Все это подключилось. Ну и также при создании какой-либо конфигурации мы здесь увидим фактически логи, те команды, которые он будет передавать на наш Ingress. Итак, ну, как мы уже упоминали IPAM, давайте его развернем. Для того, чтобы IPAM работал, нам нужно добавить IP, Custom Resource Definition. Ну и создадим непосредственно сам IPAM. Сейчас создадим и посмотрим то, что необходимо нам знать. Конфигурация стандартная. Кастомизировать здесь необходимо диапазон IP-адресов, которые мы хотим, чтобы выделялись вновь в созданной нашей инфраструктуре. Опять же, использование IPAM – это опциональный компонент. Мы видим, что у нас есть два диапазона – MyVips и MyVips 2, которые там состоят из различных IP-адресов. Ну и перейдем непосредственно к созданию Ingress. Как выглядит Ingress? Соответственно, также имеет некое имя. Я не указал при создании Ingress-контроллера. Очень важный момент. Kubernetes оперирует так называемым Ingress-классом. То есть это его стандартная IP. Фактически, когда мы создавали Citrix Ingress-контроллер, мы также указывали, что он относится к Ingress-классу. В данном случае Citrix IP. Название зависит от вас, и оно абсолютно свободное. Соответственно, мы, создавая конфигурацию Ingress, указываем, к какому Ingress-классу эта конфигурация будет принадлежать. И, соответственно, тем самым мы объясняем Kubernetes-у, на какое устройство нужно пушить нам конфигурацию. Ну, здесь у нас закоменчен какой-то статичный IP-адрес, который мы могли бы использовать. И сказано, что IP-адрес брать из IPAM, из пула MyVit2, который вы видели. Хост. Мы создаем HPMS Lab, и увидим, что запись на этот доменное имя автоматически добавится в DNS записи на скеллера. Мы также указываем те сервисы, на которые мы будем ссылаться. Вы знаете что? Даже давайте мы откроем командную строчку нашего NetSkill'ера, просто для информации, что там происходит, когда мы применяем Ingress. Мы видим, что CS периодически логинится и проверяет на состояние сервиса. Но ничего, естественно, не меняет. Теперь применим конфигурацию. Видели, что Ingress контроллер автоматически создал ряд компонентов на нашем IPX. А теперь давайте посмотрим через графический интерфейс, что же мы там насоздавали. Итак, в трафик менеджменте мы... Давайте начнем сначала. Ingress всегда создает контент-свитчинг сервер. Ну, потому что все-таки основная задача – это работа с веб-приложениями, и не просто балансировка, а именно какой-то более интеллектуальный подход для работы с ними. Соответственно, мы создали Ingress, там имя маска задается автоматически Ingress контроллером. Мы видим, что IP-адрес у нас выделился IPAM, некий 217 из пула, и мы вручную это не настраивали. Посмотрим в DNS записи. Мы видим, что у нас автоматически создалась запись с IP-адресом, который нам выделил IPAM, и с доменным именем, который мы указали в настройках пост в Ingress. Что здесь еще важно? Создалась сервис-группа, которая привязана к серверу балансировки одному IS. Ну, в данном случае, к одному. И эта сервис-группа имеет на данный момент одного члена. Как мы видим, это IP-адрес нашей ноды, то есть это внешний IP-адрес нашего, там, одной из нодов внутри кластера. И порт, который мы также с вами видели, 30293. Соответственно, понятно, что все это сделано динамически, и нам не нужно запоминать, какой порт у нас там есть и используется. Можем ради интереса проверить работоспособность. Соответственно, работает. Но это не было бы так интересно, если бы мы не использовали, в принципе, возможности кубернетиса. Давайте создадим стандартный пример автомасштабирования внутри кубернетис-группы HPE. Соответственно, что нам говорит эта команда? Это тоже можно представлять в виде Ямла, либо же как некая статичная конфигурация, вот как здесь у нас сейчас. Соответственно, мы говорим, что диплоймент HPE Apache, который мы создавали, должен масштабироваться при превышении порога 30% загрузки CPU, и максимально он может масштабироваться до двух кодов. Ну, понятно, что это пример просто использования. Мы видим, что у нас создался этот диплоймент. Данные он получает в метрик сервера. Внутри кубернетис это также стандартный абсолютный инструмент. И эти данные содержат информацию или о загрузке CPU, или же о загрузке памяти. Мы видим, что, соответственно, по IP мы сейчас получили, что он где-то раз в 15 секунд по умолчанию опрашивает. Ну, и видим, что, естественно, никакого трафика нету, и наш диплоймент в минимальном состоянии, да, там, с одной реприкой. Как я говорил, здесь мы можем оперировать только CPU и памятью. Также есть возможность использовать автомасштабирование на основании метрик, которые будут даваться вот именно, там, какими-то ингрессами, например, да, там, Citrix-ингрессом, который мы запускаем вместе с кластером. И, например, на основании количества HTTP-запросов, что более, наверное, как-то релевантная характеристика, Kubernetes будет масштабировать ту или иную инфраструктуру. Или же, кстати, сами CPX-ы внутри, там, в их уровне модели. Но мы это посмотрим чуть позже. Так, значит, мы получили автомасштабирование. Давайте теперь создадим немножко трафика, чтобы нам увеличить загрузку. Для этого здесь есть небольшой скрипт на соседнем устройстве. Фактически он просто выполняет, там, определенное количество URL-запросов в единицу времени. И смотрите, что происходит. Ну, понятно, ждем там 10-15 секунд. Запросы пошли. Где-то в ближайшее время мы увидим рост нагрузки и автоматическая… Ну, кстати, вот уже это и произошло. Мы видим, что Ingress Controller добавил в сервис-группу новую destination. То есть это уже сервер 33. Почему это произошло? Потому что нагрузка у нас там выросла на порядке. И, соответственно, количество реплик увеличилось до 2. Давайте посмотрим, как это выглядит в рамках. Мы видим, что у нас появился второй HP Apache. И, соответственно, на нашем Citrix IDC у нас появился второй участник. Что здесь мы видим? Да, что две ноты, соответственно, две разных IP-адреса. Ну, порт у сервиса типа NordPort будет один. Мы, соответственно, автоматически добавили при автомасштабировании дополнительный сервис для балансировки. Тем самым снизив нагрузку на приложение. Это пример номер один. Значит, чем хорош Kubernetes? Да, ну и, в принципе, по аналогии с Terraform, который мы обсуждали до этого. Мы можем как автоматически создавать и быстро создавать конфигурации, так же быстро их и удалять. Давайте попробуем удалить разные способы. Ну, первый пример для этого. Дальше, по аналогии, мы можем удалять всю конфигурацию с YAML файлов. Удалили ingress-контроллер. Ну, зависит, что больше у нас ничего работать-то и не будет. Так, для простоты мы удалим все конфигурации из папки. Вот, test.ipan. И увидим, что фактически у нас все исчезло. Ну, контейнеры там очень легковесные, поэтому времени терминации довольно маленькое. Давайте посмотрим. Здесь все-таки используется content-switching. Понятно, что content-switching применим в данном случае только для веб-приложений, поскольку мы должны как-то описывать доменные имена и так далее. Есть ряд приложений, которые с этим работать не должны. Да, там, те же какие-то базы данных, SQL-запросы и так далее. Соответственно, для этого мы можем использовать тип сервиса load balancer. То есть, по умолчанию, вообще тип сервиса load balancer, когда используется, он создает просто некую сущность, абстракцию в разделе сервис кубернетиса. И через нее мы можем получить, балансируя доступ к нашим кодам. Но мы же используем более продвинутый ingress-контроллер. Соответственно, мы этот тип сервиса load balancer можем настроить на нашем внешнем ingress-контроллере. Ну, либо же на каком-нибудь внутреннем ccpx. На нашем примере это будет vpx. Здесь конфигурация еще проще. Давайте развернем тестовое приложение. Покажем, как оно выглядит. Обычный Apache. В общем-то, что-то здесь какого-то специфичного указывает. Количество реплик две. То есть, два кода нам развернут. Соответственно, deployment содержит все. И посмотрим, как выглядит в данном случае настройка сервиса типа load balancer. Если мы хотим использовать при этом cdx.edc. Здесь мы используем уже аннотации, но для сервиса, которые автоматически будут пропушены на наше устройство, нашим ingress-контроллером. Здесь мы указываем тип. Если тогда мы указывали node-порт, то здесь load balancer и назначение Apache. Внешний порт 80, который будет доступен у нас на устройстве. Также, используя возможности нашего устройства cdx.edc, мы можем добавить различные HTTP профили. Если бы мы делали SSL, балансировку SSL профили, сертификаты, да, и все это было бы автоматически. Можем выбирать методы балансировки, а также другие настройки, да, это хорошо известно именно. Давайте здесь метод балансировки изменим на... Что нам для этого необходимо сделать? Опять запустить ingress-контроллер. Наверное, зря мы его... Поздали заново. Вот так, приложение у нас создано. Ну и теперь давайте создадим сервис. Сервис у нас создан. Сразу пойдем на устройство. А, ну, кстати, мы не посмотрели, что он удалил в предыдущей конфигурации, но, как мы видим, он ее удалил. Добавил новый контент-свитчинг уже с IP-адресом, который мы жестко указали. То есть даже несмотря на то, что тип лот-балансер, все равно он добавляет контент-свитчинг, но без каких-то специфичных политик, а с добавлением, так называемым, дефолт-верчал-сервер. То есть любые запросы, которые не попадут в политики, если бы они были, они будут попадать на вот этот сервер балансировки, который себя представляет уже... Сервер, которым также привязан сервис-группа, членами которой являются два сервера, поскольку Kubernetes расположил два пода приложения на двух разных серверах, и мы, соответственно, об этом узнали, и это все балансируем. Соответственно, по умолчанию он использует тип ListConnection. Давайте поменяем обратно на RoundRod. Что нам для этого нужно сделать? Иди сюда. Все равно дисконечно добавляется, наверное, где-то ошибся в синтексисе. Так, и поскольку никакого домена имени мы не добавляли, то никаких записей у нас здесь не отобразилось. Идея понятна. Теперь что мы хотим сделать? Ну, опять-таки, мы хотим использовать все возможности нашего цифрики DC, да, и здесь для примера настроим WAV. Для того, чтобы настроить WAV, добавляется Custom Resource Definition. Это файл, он не кастомизируется, это просто набор API, да, чтобы Kubernetes понимал, что от него хотят при создании, ну, каких-то специфичных конфигураций. Соответственно, нам его нужно просто скачать в виде этого файла и применить. А настройки WAV уже, ну, естественно, можно кастомизировать, как нам необходимо под наши задачи. Здесь мы будем включать определенные проверки для того сервиса, ну, который у нас используется для блансеров. Здесь видим, что мы будем включать защиту от AlloUrl и BlockUrl, защиту от красот-скриптинга и дисковые инъекции. Да, дисковые инъекции, ну, в общем-то, мы здесь включаем все. Теперь, заходя на устройство, мы увидим, что на сервер балансировки у нас появилась Application Firewall Politica. Ну, как тоже по названию можно предположить, что она создана автоматически. И давайте посмотрим, какие настройки здесь создались. Ну, в общем-то, все, что мы описали, сюда было добавлено. Ну, и можем даже проверить, работает ли WAV, который нам создал Kubernetes. Давайте, видимся, какой у нас адрес. 10.0.1.17. 17. Мы видим, что это работает. Но если мы начнем перебор директорий, мы увидим, что команда будет заблокирована. Соответственно, таким образом мы настроили WAV и настроили балансировку наших сервисов. Теперь мы можем все это смело удалить и перейти к другому стенду. Ну, соответственно, все это конфигурации мы, опять-таки, удалили. Перейдем к созданию более сложной схемы. Давайте отобразим презентацию. Мы попробуем развернуть. Ну, опять-таки, да, наверное, Unified Ingress использовать – это вполне логический шаг для начала работы с Kubernetes. Но, опять же, уже с тем набором компонентов, которые доступны, я говорил про то, что на втором примере мы рассмотрим создание сервиса MeshLite архитектуры. Как она из себя выглядит, что она из себя представляет. Здесь, например, мы предположим, что у нас приложение сложное, у нас есть две группы разработчиков или два компонента в этом приложении. И каждая группа разработчиков хочет сама решать, как должна происходить балансировка их части приложения, какие средства безопасности должны использоваться именно для их части приложения и так далее, и так далее. Соответственно, для реализации этой задачи каждая группа разработчиков получит свой собственный Ingress контроллер в виде контейнера, то есть это будет EDC-CPX, который будет заниматься балансировкой их части приложения. Соответственно, все эти CPX будут балансироваться с помощью того же EDC-VPX, который у нас есть. То есть уже EDC будет сервисом для EDC, такая иерархическая система получается. И для примера, просто показать, какие возможности есть, предположим, что у нас есть группа разработки основного сайта и есть группа разработки его мобильной версии. Группа разработки основного сайта их устраивает то, что между Ingress и кластером будет ходить чистый HTTP трафик и балансировка, например, Round Robin. В то же время группа мобильной разработки говорит, что между Ingress и их внутренним балансировщиком должен использоваться SSL, ну и, соответственно, они будут балансировать свое участие в приложении, которое может масштабироваться, как мы видели, как угодно выглядит. Что здесь будет отличаться от того, что мы делали до этого? В плане взаимодействия с внешним Ingress все остается точно так же. То есть есть Ingress контроллер общий, то есть отдельный под, который служит для конфигурации WPX. Есть экспортер, это отдельный, опять-таки, под, который позволяет нам собирать статистику с Citrix ADC и передавать его на уже сервер мониторинга Prometheus с его графическим, ну не с его графическим интерфейсом, а с графическим интерфейсом Grafana в данном примере. То есть мы будем видеть, что у нас происходит внутри нашего кластера, мы будем видеть запросы, которые там растут и падают. И также каждый CPX мы будем запускать его в поде, который будет называться там CPX Ingress. Но этот под внутри также будет содержать Ingress контроллер, который необходим для конфигурации конкретного CPX, а также экспортер, тот же маленький под, который будет собирать статистику уже с CPX и передавать его на тот же Prometheus. Prometheus автоматически будет сканировать и искать экспортеры, вновь созданные. Мы там посмотрим, что сначала один CPX, потом второй создадим, и они автоматически появятся у нас в дашборде мониторинга. Также с точки зрения управления сертификатами, на Ingress контроллере у нас уже предустановлен Wildcard сертификат. Мы предполагаем, что это опять-таки команда, которая занимается балансировщиками аппаратными. У них есть свой сертификат, они его хранят, их все устраивают. Понятно, что CPX это опять-таки динамическая история, и ручками заходить на него и добавлять сертификаты каждый раз, но это было бы как минимум неоптимально, и мы бы потеряли кучу на это времени и смысл. Соответственно, здесь сертификат мы добавим из внутреннего хранилища Kubernetes, то есть создадим секрет, который будет содержать некий сертификат, и применим его в конфигурации нашего EDC-CPX. Ну что ж, приступим. Здесь будет больше компонентов. Естественно, по времени это займет у нас чуть несколько больше, чем в предыдущей конфигурации, но это лишь только потому, что мы будем их пытаться описывать. В остальном, тут также это можно все файлы там комбинировать, применить и одновременно, и в общем-то развернуть эту всю инфраструктуру за несколько минут. Что же мы здесь имеем? Ну, безусловно, опять Ingress Controller, который мы развернем сразу. Экспортер у нас уже запущен. И если обратиться к серверу мониторинга, мы увидим, что у нас добавлено сервис-монитор, но это, опять же, классическая функция автодискавери для Prometheus, это его заслуга, который ищет на основании определенных метрик вот эти точки, с которых он может забирать статистику. Здесь мы видим, что экспортер у нас по вот этому триггеру Citrix DC один, Prometheus связан с графаной, на котором у нас есть тестовый шаблон. Как мы видим, что источник у нас сейчас только один, это VPX, ну, соответственно, мы получаем с него какую-то информацию по загрузке памяти, процессора, HTTP-запросов в секунду и количеству SSL-транзакций. Начнем, как всегда, сначала, начнем с создания приложения. Сначала у нас основная команда разработки, и она разворачивает свое приложение. Давайте посмотрим. Это некий деплоймент с одной репликой, называется APP01, это веб-сервер на Nginx, с кастомной страничкой внутри. Создаем для него сервис. Что здесь будет характерно? Мы с вами уже посмотрели тип сервисов NodePort изначально, посмотрели тип сервиса LoadBalancer. Здесь же тип сервиса будет... Я говорил, что мы создаем тип сервиса ClientIP, который, в свою очередь, это третий тип сервиса, который мы сегодня рассматриваем, который говорит нам о том, что код не может взаимодействовать с внешним миром. Он может взаимодействовать только внутри кластера. Мы видим, что мы создали сервис, для начала мы создали, конечно же, приложение DeploymentPort, который один, и сервис с типом ClusterIP. Соответственно, он доступен по 80-му порту, и все, снаружи он недоступен. Мы создадим CPX для этой группы разработчиков. Чем он будет отличаться? Ну, во-первых, от того ingress-контроллера, который мы создали. Ну, во-первых, здесь он содержит, безусловно, CPX, то есть это балансировщик в виде докер-контейнера. И дальше мы добавляем в этот код Citrix ingress-контроллер, то есть указываем его в софт и указываем ingress-класс. Вот эта группа номер один разработчик будет оперировать ingress-классом CPX1 и добавлять какую-то конфигурацию, исходя из этого. Поскольку это все взаимодействие происходит внутри пода, то общение происходит по localhost адресу. Взаимодействие, которое наружу, никак не выходит. Это именно два контейнера внутри пода общаются между собой. И также экспортер. То есть это то, что нам позволит выдавать статистическую информацию на Prometheus, и в последующем мы его сможем рассматривать через графану. Уже для CPX мы создаем сервис с типом NodePort. То есть мы хотим, чтобы CPX был доступен снаружи, но оно и логично. Он будет нашим сервисом уже для ingress-класса виртуального. И говорим, что он будет доступен по следующим портам. 80.4.43 по классике. И вот этот кастомный порт 4.8 для взаимодействия с системой мониторинга. Давайте его развернем. Мы видим, что также создался deployment сервис, ну и все, что нам необходимо. Мы видим этот новый сервис и с трансляцией портов, тех, которые мы разрешили практически, которые описали. Также видим, что здесь картинка несколько будет отличаться. Мы создали под, которым работает три контейнера. Ну и три из них доступны и готовы. Теперь нам ничего не остается, как добавлять уже ingress-конфигурацию на наши компоненты. Но поскольку у нас их стало два, то есть это контейнер и vpx, то мы, естественно, в реальности будем объединять в один файл. Но для понимания посмотрим сразу, что мы будем настраивать. Мы видим, что на cpx мы делаем следующие конфигурации. Ingress-класс cpx1. Content-switching сервер должен зависеть от состояния сервера балансировки, в котором к нему привязано. То есть по умолчанию он будет всегда зеленым, всегда в API, даже если load-balance сервер за ним будет down. Данная настройка позволяет нам также переводить content-switching сервер в down, если бэкэнды у него недоступны. Мы задаем хост, там некий app1, задаем пульт, по которому будет доступен. Это все, естественно, отобразится в content-switching policy. И, разумеется, сервис – это то наше приложение, которое мы создавали, то, что будет балансировать непосредственно сам cpx. Так, создали. И по аналогии смотрим, что же у нас создается на vpx. Здесь у нас добавятся некоторые новые конфигурации. Во-первых, мы говорим, что точка входа, ну, разумеется, она должна быть у нас доступна по протоколу TLS. Вот, HTTP, понятно, что в реальной жизни особо сейчас никто использовать не будет. Ingress-class по традиции Citrix vpx, то есть это того большого Ingress-контроллера. Вот этой строчкой мы говорим, что у нас должен будет работать redirect с HTTP на HTTPS. И это все, как вы увидите, что создастся автоматически. В монитор мы с типом ping задаем, IP-адрес, ну, некий свой IP-адрес, и приконфигурить сертификат, то есть тот сертификат, который у нас уже находится на устройстве. Мы просто его добавим в конфигурацию. Ну, и также некие настройки SSL-профиля. И сервисом здесь уже будут являться cpx, которые мы создаем. Ну, что всего создалось. Давайте перейдем в интерфейс. Мы видим, что создался контент-свитчинг. Наш рабочий 443-й, а также на 80-м порту, по классическому примеру, к которому привязан респондер-полиси с тем, чтобы он переводил все запросы HTTP на HTTPS. Соответственно, вот эти все команды, они были вызваны просто вот этой одной аннотацией. Значит, контент-свитчинг-сервер. К нему привязан сертификат, который у нас здесь был уже установлен на устройстве. Политика выглядит следующим образом. Если хост наим такой, и если путь мейнштейной. Так, и посмотрим, что у нас с лот-баланс-сервером. Ну, он у нас уже в API, балансеров по раундтропам, как мы и говорили. И к нему привязан сервер-группа с одним членом, потому что cpx у нас сейчас один. Давайте попробуем, что это все работает. А, ну, естественно, у нас добавилась запись в DNS, чтобы мы имели доступ к этому. Так, у нас не работает. А почему? Давайте посмотрим. А потому что у нас хост наим должен быть MS Local. Поэтому у нас он и не работает. Мы не попадаем ни в одной из контент-свитчинг-полисе. И, соответственно, вот так у нас все работает. То есть мы видим, да, что мы прошли через наш основной ингресс, попали на маленький ингресс конкретной группы разработки, ну и получили доступ к основному сайту. Давайте посмотрим, что у нас произошло на системе мониторинга. У нас добавился второй экспортер, то есть это вот с этого cpx, который мы создали. И, соответственно, мы теперь уже можем получать с него некую информацию. Заходя в графан, мы здесь также видим новый источник. И давайте попробуем условно подгенерить пока так какую-то трафик. То есть, опять же, мы видим загрузку нашего cpx, мы увидим cpu. Ну, SSL мы здесь, кстати, тоже должны увидеть, поскольку у нас идет взаимодействие. Я говорил, что у нас появился дополнительный экспортер, и, соответственно, на котором мы уже можем видеть статистику с наших устройств, причем как с виртуального ингресса, так и с контейнеризированного ингресса. Вот так, да, плюс его загрузка, памяти и так далее, и так далее. И дальше я сказал, что мы приступаем к настройке второго приложения, второй группы разработки. Соответственно, как у нас здесь это все выглядит. Файл диплоймента, он уже включает в себя настройку сервиса. Мы это видели, она ничем особо отличаться не будет, кроме того, что там будет другая страничка. Мы его просто создадим. Посмотрим, как выглядит настройка cpx. Также по аналогии создаем под cpx, но при этом сервис будет называться cpx-mobile, потому что это как будто мобайл-сайт. Сайткары внутри этого пода не меняются, меняется только имя пода на cpx-mobile. Все остальное остается тем же самым, да, и ничего там прописывать не надо. Посмотрим, что мы получили. Мы видим, что у нас поднялся второй сервис для второго приложения. Само приложение непосредственно в течение 44 секунд доступно. И также новый ингресс-контроллер виртуальный, который также 9 секунд. Все по аналогии. И дальше перейдем к конфигурации. Как ты говорил уже, здесь мы будем использовать терминирование SSL как на основном ингрессе, и точка входа у нас будет та же самая, что и создана первой командой. Но при этом на cpx-mobile у нас также будет SSL, и то есть взаимодействие между vpx-mobile и cpx-mobile будет зашифровано. Давайте посмотрим, как это выглядит. В настройках cpx-mobile мы говорим, опять же, TLS, и ссылаемся на секрет, который мы должны создать предварительно. Сейчас мы увидим, как это выглядит. Соответственно, тип list connection здесь оставляем, open-sert persistent, все остальное также по аналогии с первоначальной настройкой, то есть хост будет тот же самый, ничего не меняется, только путь поменяется на mobile.html. Ну и целевой сервис, на который это все будет ссылаться, будет app02. Итак, чтобы у нас это все заработало, нам необходимо добавить этот кубернет-секрет. Как это будет выглядеть? Мы добавляем секрет с типом TLS, называем его mobile app secret, как у нас уже указано в конфигурации, и просто ссылаемся на те файлы, сертификаты и ключей, которые у нас уже предустановлены. Также здесь немаловажным является указание namespace, для которого этот секрет будет валить. Скорее всего, в реальном мире те группы разработки, по которым сейчас говорим, там, основного сайта и мобильного, они бы находились вообще в разных namespace и даже не видели бы инфраструктуру друг друга. Здесь у нас все-таки демо, для простоты делаем это все в дефолтовом namespace. Итак, создали секрет, и теперь можем смело создавать настройки ингресса на cpx. Так, настроили cpx, теперь давайте посмотрим, что у нас настраивается на vpx. На vpx мы указываем, что это frontend IP, тот же самый, что и был создан ранее. Мы не хотим менять конфигурацию вот этого основного ингресса, мы просто хотим добавить правило для нашего нового приложения, которое будет отвечать как, что тот же хост, тот же URL, но при этом путь у него поменяется, добавится мобайл. Соответственно, применяем настройки. Давайте зайдем на устройство, где у нас vpx. Что мы здесь увидим? Мы увидим, что добавился второй load-balance сервер, привязанный к, ну, называемый cpx-мобайл-сервис, которым также будет один destination. Да, но это уже будет IP-адрес и порт cpx-мобайл. Мы зайдем на контент-свитчинг виртуальный сервер, да, то есть здесь у нас ничего не поменялось, но если мы провалимся вовнутрь, мы увидим, что добавилась второй контент-свитчинг в полисе, который уже, в свою очередь, указывает на сайт мобайл-сервис. И что важно здесь указать, что мы добавили сервис-группу типа SSL, то есть у нас уже взаимодействие между vpx и cpx-мобайл-сервисом Да, ну и мы видим, что поскольку сервис доступен, то все у нас отработало, как и планировалось. Давайте проверим. Мы видим, что у нас теперь открывается, ну, по пути мобайл-сервис, мобильная версия сайта, а мейнштейнл – основная версия сайта. Все это, опять же, отобразилось у нас в нашем дашборде. Да, мы видим, что у нас третий таргет добавился, да, это уже cpx-мобайл, и он же должен быть у нас где-то здесь. Ну и давайте запустим по традиции тестовый трафик. Так, для этого у нас созданы другие. Мы сейчас увидим, что вырастет количество HTTP-запросов и также вырастет количество SSL-запросов. Ну, кстати, мы можем это также увидеть у нас непосредственно на самом vpx, да, мы видим, что там порядка 45 запросов в секунду, если мы говорим про… Я показывал то, что ноды экспортеров добавляются у Grafana, но поскольку у Grafana там с очень урезанными ресурсами, возможно, это все происходит не очень быстро, как хотелось бы, да, то есть какое-то время для обновления. В итоге мы создали двухуровневую инфраструктуру, где мы имеем один общий ингресс, с которым, например, работает группа по работе с балансировщиками либо же с сетевыми инженеры. И в свою очередь мы выдали по ингрессу каждой группе разработчиков, которые занимаются там двумя разными сайтами. И применили различные методы балансировки, уровень безопасности, разные политики, которые необходимы именно для каждой группы в отдельности. На этом мы стенд собрали и увидели это все в Grafana, в Primeteus. Так что... Теперь переходим к вопросам и ответам. Да, замечательно. Я смотрю, давай вопросов. Давай, я зачитаю, ты отвечай. Как обеспечивается высокая доступность ингресс контроллера? То есть если он будет недоступен, то как все это будет работать? Высокая доступность ингресс контроллера делается за счет внутренних функционалов Kubernetes. Если он упал или ноды, на котором он упал, он поднимется на другой ноде. В момент вот этого поднятия этой ноды, ну, в общем-то, наверное, ничего не произойдет. Вот даже если вы применяете какую-то конфигурацию в момент падения ингресс контроллера, она применится после того, как он создаст. Да, здесь порядок произвольный. Так что его нет смысла делать для него высокую доступность. Для ингрессов нет смысла, конечно, но для ингресс контроллера бессмысленно. Следующий вопрос. А что у вас на сети? Калика? Да, да, у меня калика. Как определить необходимое количество ингресс контроллера? Есть ли, соответственно, один сервис равно один ингресс контроллер? Один ингресс равен одному ингресс контроллеру. То есть под каждый ингресс нужно создавать свой ингресс контроллер. То есть, соответственно, если у нас 10 виртуальных машин, отдельных каких-то, не связанных между собой снаружи, соответственно, это будет 10 ингресс контроллеров. Если у нас 100 CPX внутри кластера, вот как было на примере, то на каждый CPX будет ингресс контроллер внутри этого пода. Ингресс, который на CITX ADM присутствует, это тот же самый ингресс? На ADM присутствует ингресс, это визуализация того, что мы сейчас создавали. На самом деле, если эта тема будет интересна, мы сможем также сделать некую демонстрацию того, как еще поверх всего этого, то, что мы увидели, двух уровней архитектуры, сервис Mesh, плюс мониторинг классическими системами, как Prometheus, и как здесь еще встраивается ADM. В данном случае ADM также будет взаимодействовать с API-интерфейсом кластера и, соответственно, сможет графически строить вот эти схемы, которые мы видели в презентации. То, что мы видели в презентации, ADM сам отрисует. Ну, вот, как раз, комментарий пришел, что обязательно про ADM, очень будем благодарны. Как избежать конфликтов, если есть две команды разработчиков приложений? Для каждой команды своя партиция на ADC, своя административная партиция. Хороший вопрос, хорошее замечание. Значит, смотрите, что касается внутрикластерного взаимодействия, то это делается самим кубернетисом и разбивается кубернетис на namespace, и каждая уже команда разработчика имеет определенные права в рамках своего namespace. То есть, они просто физически не смогут залезть на поляну соседей. Что касается управления самого главного НДРСа, то здесь стоит сказать следующее. Тут есть два варианта. Опять же, больше это все будет зависеть от политических каких-то организационных решений, нежели чем от технических. То есть, как один из вариантов, абсолютно верно, можно под каждую команду разработки выделить свою партицию на ADC, либо же можно в рамках SDX выделить, там, каждой команде разработки свой инстанс, да, там, с какими-то, там, параметрами, или же, там, каждый свой желез, ну, то есть, это уже, там, не важно. Или же отдать им один VPX на несколько команд разработчиков, на котором они будут настраивать конфигурацию. Ну, соответственно, здесь, если там действительно есть риски того, что, там, одним смогут помешать другим, в любом случае необходимо либо поручать следить за конфигурацией и консистентностью конфигурации вот этого основного ингресса какому-то, там, отдельному человеку, либо же писать какие-то уже, там, директивы, как это должно происходить взаимодействие. Создаются ли мониторы доступности для сервисной группы? Да, да, создаются, и мы их создавали, отличные от дефолтных, то есть, в случае мобайла мы, по-моему, делали монитор PING, если не ошибаюсь. Может, ничего не делали. Да, вот, для основной группы создается кастомный монитор, если мы его создаем. Если нет, то он остается по умолчанию. Пожалуйста, несколько слов про лицензирование перечисленных компонентов. Например, CIC требует лицензии? Очень хороший, правильный вопрос. Значит, начнем с тех компонентов, которые у нас были. Давайте я даже слайд открою. Тот же самый. Смотрите, ну, начнем сверху. Citrix, ADC, VPX. Да, безусловно, он требует лицензирования, хотя там сейчас есть некий, там, девелоперс-эдишн, так называемый, да, то есть, когда, вернее, как фремиум-эдишн, который, там, не имеет ряд функционала, но вы его уже можете, в принципе, использовать как ангресс, да, там, с очень ограниченной пропускной способностью. А так, да, она лицензируется либо с постоянной лицензией на полосу пропускания, либо же с подписочной моделью, также на фиксированную полосу пропускания, или же ADC-VPX может быть частью половой лицензии. Покупается количество VPX, которые вы можете поднимать, и общий полупропускной способности, который вы на эти инстансы можете делить. Есть еще по VCPU, ну, там, понятно, да, мы выделяем ресурсы, которые хотим использовать на этом CPX, и это лицензирует. Что касается Citrix и DCCPX, он также бывает бесплатным, и если вы обратили внимание, в данном демо мы не лицензировали устройство, он поднялся, он уже работает, то есть у него будут определенные ограничения по производительности, безусловно, но все равно они будут соизмеримы, абсолютно соизмеримы с теми опенсорсными решениями, которые используются так же, как вот сайт Таркан Бонсеровщик или там как внутренний ингресс, да, то есть там вот бесплатно с бесплатно будет сравниваться, и там будут одинаковые цифры. Если же мы хотим большую производительность, то тогда CPX может быть, опять же, частью половой лицензии, 1CPX это один инстанс, и ему выделяется какая-то полоса пропускания. Либо же CPX может лицензироваться также по количеству VCPU, который ему выделяется, да, то есть здесь будет уже VCPU пул, там, например, 40 VCPU, и вы их уже распределяете по тем CPX, которые создаете. ADM здесь будет являться сервером лицензирования, безусловно. CPX может работать там, начиная от одного VCPU и до 8 VCPU, по-моему, да, в последней версии, да, соответственно, и производительность здесь будет тоже там до 15 EGB на контейнере. Дальше, то есть, ну, CPX, понятно, он есть и бесплатный, но он также может и быть лицензирован, если нам нужна производительность. IngressController – это абсолютно бесплатный компонент, то есть он никак не лицензируется и не будет лицензироваться, это, ну, некая часть даже комьюнера, да, то есть, ну, понятно, он поддерживается сейчас Citrix, но, в принципе, туда можно даже помитить какие-то изменения при желании. Экспортер – то же самое, это абсолютно свободный продукт, он свободен для скачивания, там, с GitHub, того же, да, и, пожалуйста, все это можно использовать. Один CPX равно один application под. То есть, пять приложений, должно быть пять CPX лицензий. Нет, это не так, это не так. Смотрите, какая здесь история. CPX – это полноценный EDC, ну, просто в форм-факторе и с особенностями докер-контейнера. Соответственно, одним CPX можно балансировать сотни подов, там, тысячи подов. Опять-таки, вы можете его использовать даже как основной ингресс, да, и тогда под вами будут еще какие-нибудь CPX и еще какие-нибудь там поды, да, то есть, прям такая матрешка. Соответственно, нет, ни в коем случае CPX – это, ну, представьте его отдельным EDC, просто вот в этом новом форм-факторе. За ним может быть любое количество подов, практически любое. Соответственно, здесь, ну, на данном примере мы рассматривали именно, давайте вернемся вот к этому слайду, именно топологию сервис-мешлайт, да, когда есть CPX и балансировать ряд подов, принадлежащих какому-то одному приложению. Опять-таки, приложения даже могут быть разные, абсолютно, да. Вы видели, что на CPX мы также настраиваем контент-свитчинг-правила, вот, и там, в принципе, также мы это все можем распределять даже в рамках вот этого контейнера, то есть делать намного более сложные системы архитектуры. В то же время есть еще подход сервис-меш. Это не придуманный Citrix название, да, это именно сервис-меш подход, когда балансировщик устанавливается как сайт-кар в каждый пот. То есть в данном случае вот этот сайт-кар-балансировщик, это будет тоже CPX, но он будет называться lightweight CPX, то есть он будет несколько менее производительный, но и при этом намного менее ресурсоемкий, нежели чем вот этот полноценный CPX, и он будет устанавливаться непосредственно в под к приложению. Здесь мы взаимодействуем с таким компонентом, как Istio, то есть Istio вообще они ввели вот это понятие сервис-меш, когда они ставят каждый балансировщик в каждый подик. И, соответственно, здесь уже основная задача даже не залицензировать, потому что CPX как сайт-кар, он, скорее всего, не будет требовать никакой лицензии, потому что там трафик на один пот, он будет очень маленький, вам будет хватать функционала вот этой lightweight CPX. Но тут уже будет вопрос, как этим всем управлять. И вот здесь вот на сцену выходит как раз ADM, очень хорошо, да, который нам позволяет это все визуализировать, отрисовывать, ну и, соответственно, управлять всем этим делом. В нашем примере, еще раз повторюсь, один CPX может использоваться на сотню подок без проблем. Коллеги, всем большое спасибо за участие в вебинаре, спасибо за ваш интерес к продуктам и решениям компании Citrix Systems. Всех поздравляем с наступающим Новым годом, главное крепкого здоровья и увидимся уже в следующем году. Спасибо за внимание, с наступающим Новым годом и всего доброго. Не болейте.